Здравствуй, дорогой наш зритель, особенно тот, что живет в городе Рубцовске и Караганде. Мы открываем новый сезон Тарт Ликбеза 29 августа, несомненно, красный день, как цвет этой кнопочки. А еще красный 17-й год, в который мы ждем важные события, привычки. А еще красный колорит на выставке Николы Самонова, художника, который впервые выставляется в Петербурге. И здесь, в галерее Борей, всегда находящейся в авангарде современного искусства, мы ждем очень интересной экспозиции. Играет музыка. Эта выставка, она о красном, о красном, как о нашем мифологическом цвете, о красном, как о цвете красоты. И когда мы смотрим на все эти фигуры, которые расплываются, как будто бы от жары, конечно, понятно, почему это сделано в августе, в конце августа, в начале сентября. Мы смотрим, и мы видим не только мифологические названия, мы видим мифологию вот нашей повседневной жизни, где люди могут подсмотреть кому-то вот под ноги, где люди просто лежат на пляже и смотрят на какие-то элементы. Мы видим современный миф, а это и есть настоящее искусство, потому что первое искусство, оно и было мифом. И кажется, что вот внутри желудка какого-то вот такого красного чудовища. Это страшно, это прекрасно. Я очень рекомендую посетить, посмотреть, походить вот по этим коридорам, так сказать, а чудовищница, обрадоваться и понять, что в конце концов не только мы смотрим на картины, но и картины. Они смотрят на нас. Чистая живопись гораздо сложнее ее понять, на самом деле, чем сюжет. Сюжет человеком цепляется. Но на самом деле сюжет и изображение, они находятся в очень тесной связи. Поэтому одно от другого отделять, в достаточной степени обеднять. В искусстве всегда самое главное – это мистическая интуиция. Это у Линча или у кого-либо. Конечно, здесь эта связь. Потом идея – это не обязательно что-то выраженное словами. Идея же – это и цвет, и форма, и краска. Это все тоже идея уже. Это прекрасно понимаете. А не обидно будет художнику, если мы его запакуем в какой-нибудь изм из нам известных? – Художнику всегда обидно, когда его во что-то запаковывают. Но куда же ему деться? Упаковка все равно всегда нужна. Но здесь с измами, конечно, довольно сложно. Хотя это можно назвать неоэкспрессионизмом, новой живописностью, связью с немецкими новыми дикими. Но это уже упаковка потом последует. Музыка 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 Что бы там ни говорили наши искушенные зрители, авторитетные критики о цвете, композиции и содержании произведений, возможно, главное в искусстве – это ракурс. Ракурс отличает простую картину от гениальной. Когда художник говорит своеобычное «я так вижу», возможно, это так буквально расшифровывается. Он находит точку зрения, переворачивает вещи, переворачивает саму реальность. Давайте вместе с Николой, автором сегодняшней выставки, из галереи Борей, которая продолжает это делать из сезона в сезон, чаще переворачивать реальность верх ногами.